Новая дорога для расширения Заметите, новое всегда приводит к расширению, к росту. Заметите, что новое – это то, что нужно себя приучить все время делать. Потому что если мы не делаем новое, далеко мы не пойдем. Иисус Навин, 3 глава, с 1 стиха по 4. Библия говорит, чтобы вы поняли историю, Иисус Навин с израильским народом, они в пустыне 40 лет. Цели не пустыня. Цели попасть в землю обитованную, где течет молоко и мед. Это их цели. Они туда шли все эти 40 лет. Но они оказались в пустыне. Но теперь на грань того, что теперь они должны выйти из пустыни, войти в землю обитованную. И рано утром встает Иисус Навин. И двинулись они от Сетима и пришли к Иордану. И он, и все сыны Израилевы. И ночевали там еще не переходя. Это Иордан перед ними. Далее говорится, и три дня пошли надзиратели по стану, через три дня, и дали народу повеление. Говоря, когда увидите ковчег завета Господа, Бога на вашего, и священников, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Не всегда это было удобно, потому что иногда они спали, они кушали, они завтракали, и пришлось ее бросать и двигаться. Далее говорится, впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мира. Не подходите к нему близко. Чтобы знать вам путь, по которому идти. Заметьте, что Иисус Навин, дальше говорит, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера и ни третьего дня. Заметите задачу? Обетование мы имеем, мы слышали, мы ожидали, но этим путем мы никогда не ходили. Поверьте, если ты делаешь, ходишь путем, по которому ты уже ходил раньше, быстрее всего служение скучное, если бизнес остается среднее. И люди, которые постоянно двигаются только тем путем, как раньше, нового никогда не достигают. Поэтому Иисус Навин говорит, стоп-стоп, запомните, этим путем вы никогда не шли. Поэтому не надо там бегать, прыгать без обдумывания, потому что вы не знаете, как этим путем идти. Один только выход, смотрите на ковчег, куда идут священники. Или видите, вы за ними, пожалуйста, не надо налево-направо, за ними, потому что это новый путь. Вы никогда не шли этим путем. Заметите, кто вел их в новое, это Бог. Потому что Бог, Он всегда готов и желает вести нас в новое. Бог любит, и Он желает, чтобы мы всегда вошли в новое. Заметите, новая дорога приводит нас к расширению. Многие люди, которые не любят новое, никогда не увидят расширению. Согласен, новое непредсказуемое. Немножко давление может подскачать, но ничего страшного. Нужно никогда не бояться войти в новое. Поэтому Иисус Навин так обращался к народу, но не Он конкретно пришел, а Он отправил к ним людей, которые им говорили. Поэтому, заметьте, тут говорится, вот, никогда Иисус Навин обращается к народу, Он им напоминает о том, что так, вы заберите эту штучку, сделайте его, как-то что-то с ним, вот. Что такое новое? Новое это то, там, где мы никогда не были. Но это не означает, что туда не надо идти. И, вот я всегда был недоволен, когда мой дедушка говорил, Генри, не, я разговаривал с одним человеком, он говорит, куда ты едешь в Советский Союз? Я говорю, иди учиться. На что? На самолет. Он сказал, не, мой прадедушка никогда на самолете не сидел, дедушка никогда на самолете не сидел, и я на самолете не сижу. Я говорю, молодец, ты живешь в каком веке интересно. Вот, никогда не надо остаться только в старом. Церковь не продвинется, если мы делаем только старое. Никогда не продвинется. Заметьте, новое это там, где мы никогда не были, но новое это Божий план. Это не означает, что это не Божий план. Многие люди легко думают, что привычное равняется Божий план. Почему? Они говорят, у меня мир на сердце. Конечно, если ты делаешь то, что ты делаешь всегда, на сердце у тебя будет мир. Но это не означает, что это духовный мир. Это просто мир, что нет страха. А это новое вызывает у меня тревогу. Наверное, не от Бога. Не, 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 не. Это тревога не духовная, а тревога чисто душевная. От того страха, что новое. Спросите любую девушку, которая выходит замуж, у нее тревога. Но это же не значит, что не надо выходить замуж. Правда же? Братья, это не ваш вопрос был. Чего вы? Ну ладно. Каждый молодой человек, который женится, у него тревога. Это не значит, что он не хочет жениться. А теперь уже ваша очередь. Поэтому заметьте, не все тревоги, это и есть духовная тревога. И не все миры в душе означают это мир Божий. Это просто бывает означает мир от того, что я прохожу через привычное. И это обманчивый мир, потому что ничего общего не имеет с Богом. Когда у меня мир в сердце, я всегда пытаюсь уточнять, это духовный мир или мир от того, что я знаю, как делать заранее, и мне спокойно от этого. Вот. Поэтому важно, чтобы мы понимали, но чтобы продвигаться в Божьем плане, нужно делать то, что никогда не делали. Они 40 лет в пустыне, крутились по пустыне, а теперь надо было войти в землю. Им надо было первое пересекать Иордан. Это вызов. Море, Моисей помог открыть море, но он умер. А теперь Иордан широкий, его не пройти там. И ему надо было, Иисус Навин, поверить, что сейчас они войдут в воду, вода остановится, и народ пройдет по суще. Это такой вызов, это новое. Но без этого попасть в землю никак. Удивительно, что мечты, которые мы имеем, перед тем, как в них войти, нужно проходить через нелегкости. И без них не получится. Это похоже на человек, который находится в парашюте, в воздухе. Так ему хочется на землю, но так не хочется летать в парашюте. Никак не получится. Хочешь на землю, придется летать. Сколько раз бывает, я заканчиваю конференцию, так хочется просто быть в Киеве и не попасть ни в какие аэропорты. Но, понимаете, если хочу домой, надо терпеливо проехать везде. Заметите, Иисус Навину, ему это было нелегко. Вы знаете, что мне нравится в жизни? Я люблю вызов по той причине, что, когда есть вызов, я делаю все, что могу, а все остальное оставляю в руки Божьей. Скажи, когда есть большой вызов, я могу делать все, что я могу. Скажи, а остальное в чьей руке оставить? Кто-то сказал жене, нет, Божьей. В руки жени оставить хлеб, а вызов в руки Божьей. Заметите, Бог, Он не против нового. Даже наоборот, Он будет нас двигать туда. Вот, поэтому нужно учиться забыть старое, двигаться в новое и в то, что никогда не было. При этом, смотрите, войти в новое не означает копировать других людей. Потому что бывает войти в новое, для меня новое, но оно старое у кого-то. Зачем? Израильский народ не копировали мадьянитян, не копировали филистимлян. Они шли в новое и не копируя никого. Есть момент иногда, когда можно учиться у других людей, да. Есть момент, когда можно узнать у других людей. Есть момент, когда можно познавать из опыта других людей. Но, чтобы продвигаться в Божьем плане, нужно новое, то, чего еще нигде никогда не было. Но, при этом, скажу вам, можно учиться у других людей, у которых кое-что получилось, и оно будет для тебя новое, а мы учимся у других, которые уже этим путем прошли. заметьте. Новое, это Божья дорога к тому, чтобы продвигаться дальше в Божьем плане. Если церковь, бизнес, неважно что, остановилась, застопорилась, это громкий крик, принеси, пожалуйста, что-то новое. Это громкий крик, принеси, пожалуйста, что-то новое. Принеси, как этот крик звучит? Все останавливается в одной точке. Пора принести новое. Скажите новое. То ли это церковь остановилась, то ли это компания остановилась, то ли это планы остановились. Пора новое. Песни остановились. Пора новое. Поэтому заметьте, Бог желает, чтобы мы не копировали просто, а чтобы мы имели новое, которое от Него. И что одно, что очень важно, когда мы хотим новое, надо учиться смотреть по-новому. Я более подробно к этому вернусь. Потому что, если мы не смотрим по-новому, мы никогда не сможем войти в новое. Вот Исайя 43 глава 18-19 стих. Пророка Исайя 43, 18-19. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляйте. Вот 19-19. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Заметите, когда Бог хочет нового, куда Он идет? В пустыне. в лес, в джунгли, где ничего нет. А когда мы смотрим на джунгли, на пустыне, мы не думаем о реке. В пустыне мы думаем, как можно быстрее оттуда убежать. А Бог получается, у него такое прямо удовольствие от того, что Он создает дороги в степи или в лесу. Оригинальное слово можно переводить его лес, можно его переводить степы. И реки в пустыне. Заметите, что Он называет. Это реки в пустыне имеется ввиду там, где воды нет. И в степи это как в джунгле, где нету дороги. По-другому Он говорит. Ты не боишься, учись всегда, что забыть старое и не бояться обстоятельства входить в новое. Не бояться обстоятельства войти в новое. Потому что многие люди, они настолько боятся, что они держатся за старое все время. Вот. И Бог говорит Исаию, забудь прошлое, и я сделаю новое. И когда заметили, что Бог любит новое всегда. В одни ноя, что Бог сделал? Новое. Уничтожил тех людей, создал новое. Генерации совсем новое. Сколько раз Бог хотел это делать, то есть Бог, Он любит, Он в восторге от нового. Поэтому Он в восторге от молодежи. Потому что они новые человечки. Для Бога вот что они сделают, их поколение, это я уже знаю, что они делают, они крутые, они умные, они это, я уже знаю, я ищу новое, еще не испорченное, ни крутизное, ни важность, ложное и тому подобное, они просто входят в землю, здрасте, кто я, что я, для чего я призван. Бог любит новое. Хочешь, чтобы Бог дружил с тобой, будь человеком, который постоянно идет в степи. Вот когда стоишь перед пустиной, и Бог говорит, я сейчас буду создать реку. Обычно как делается, тебе нужно войти и начать шагать, и потихоньку река начинает создаваться. А в результате эта вода, которая в реке напоит так много людей, поможет так много людей, но нужен человек, который готов встать перед лесом, встать перед пустиной, и с верою сказать в церковь идем. Поэтому Иисус Навин понимал, что простые люди, у них смелости на это нет. Поэтому священники стали, и левики стали, Иисус Навин говорит, вы за ними идите. Куда они идут, означает лидерство, это тот контингент людей, которые должны стоять перед пустиной и сказать, народ, мы идем с Богом, создаем дорогу, река будет, идите за нами. Вот поэтому лидеры должны быть необычные люди. Первое, без страха. А что делает пастор, когда есть страх, игнорировать страха в молитве. Не просто игнорировать в воле, нет, игнорировать страх в молитве, скажите, в молитве. Страха не надо, просто игнорировать, в смысле, не чувствую, не реагирую, а в молитве, молясь, игнорируя страх и двигаясь вперед. Замерите, это наша задача как лидеры, чтобы мы как пасторы, как директоры реабилитационных центров, как руководители учиться с Богом проложить реку, проложить дорогу там, где ничего нет. Зачем вы в том городе, чтобы проложить реку, дорогу в городе, в стране, где ничего нет? Зачем вас призвали, поставили? Не чтобы собирать информацию. Информацию собирать могут секретари, могут школники, можно в гугл собирать информацию. Пастор поставлен, чтобы проложить дорогу там, где нет. Чтобы река текла там, где нет. Чтобы была жизнь там, где нет. Чтобы была перемена там, где нет. Чтобы приносить изменения там, где нет. Нет. Пастор – это руководитель, это лидер. Он занят не мелочами, он занят, как бы здесь дорогу проложить, да? Как бы в этом городе проложить, чтобы была дорога, была река, была жизнь, было исцеление, люди освобождались, город стал лучшим. Масштабы мышления пастора – это как менять мой город. Кто-нибудь скажите со мной, аминь. Как менять мою страну. Вот. И получается, что Бог Бог очень Он любит, чтобы мы творили новое. Мне понравился цитат, который я читал когда-то. Человек сказал, я ходил в лесу и встретил две дороги. И я выбрал менее протоптанную. И это изменило мою жизнь так радикально хорошо, что я до сих пор радуюсь. Почему эта дорога была менее протоптанная? Обычно то, куда все идут, это не всегда там большие сокровища. Ну, потому что там легче. Менее протоптанная дорога, она трудная. Пару крокодилов на дороге будут, надо прыгать какие-то через реку, возможно, змеи, там ходят, но ничего страшного. Ты пастор, ты лидер, ты директор, ты руководитель. Вот эти крокодильчики и эти змеи, это как раз уровень пастора. Для этого Бог его призвал, чтобы он встречался с ними и сказал, крокодил, ложись, я буду двигаться над твоей спиной. Скажите, я лидер, скажи, все вызовы для меня не помехи. Еще раз скажи, я пастор, скажи, я лидер, скажи, я руководитель, скажи, все вызовы для меня не помеха. Скажи, потому что я руководитель. Да, для простых людей это помеха, естественно. Для новообращенного помеха. Для бабушки, которая пришла из картошки, пришла на собрание, это помеха. Для девушки, которая пришла с университета после занятий, это помеха, но не для тебя. Как могут знать, что мы лидеры, если большие вызовы, мы никогда их не побеждаем. Как тогда могут понять, что мы руководители, если огромные вызовы, мы никогда их не преодолеваем. Вот почему мне понравилось слово Ильи. Если я человек Божий, тогда, когда-нибудь в жизни руководителя, должно прийти слово, если я руководитель, если я пастор, если я лидер, если со мной Бог, то в конце концов я должен видеть знаки, что я пастор. Поэтому здравствуй, крокодил. Давай навстречу. Кто-нибудь скажите Аминь. А проблема в том, что мы хотим называться лидерами, а вызов лидерских мы не хотим встречать. Разница между служителями, которые не единственная разница, но одна из разниц между большими служителями, так называемой, и маленьких, это насколько не бояться встречать вызовов в дороге. Насколько и если ты встречаешь вызовов и побеждающих, это дело короткого времени, как уровень твоего служения и масштабы поменяются тут же. Поэтому заметьте, Бог желает, чтобы мы не боялись вызовов. поэтому Он говорит, забудь старое, Он хочет дать тебе новое, Он хочет, чтобы ты двигался по-новому. Не бойся обстоятельств в пустыне или реке. Видишь дорогу, которая менее протоптанная, по ней пойди, пожалуйста. Это изменит твою жизнь навсегда. Кто-нибудь скажите со мной амин. Вот один человек сказал очень красиво, он сказал, если ты делаешь то же самое, что ты делал всегда, если ты делаешь то же самое, что делал всегда, то ты всегда будешь иметь, получишь то, что ты всегда получил. Вот если задать вопрос, это вопрос не для простых людей, для лидеров. Что в этом году в вашем служении вы поменяли? Что? Давайте попробуем, написать, мы поменяли один, поменяли два, поменяли три, поменяли четыре. Если вы ничего не поменяли, это не пророчество, но я скажу вам правду, в следующем году ваша церковь будет абсолютно такая же. Если добавится два человека, два уйдут, чтобы баланс сохранился. что вы поменяли в этом году? Пастор Генри, как я могу знать, что я меняю это правильно, если вы один год поменяли десять вещей, и четыре из них были правильные, шесть лишние, церковь вырастет. И вы теперь знаете, чего не надо. В следующем году поменяли еще десять, из них четыре правильные, шесть неправильные, церковь вырастет. Но просто идти так же, как вчера, оно не поменяет ничего, абсолютно ничего. Вы получите ту же церковь, сорок дневный пост будет в пустую, не в пустую, конечно же, простите, не бывает пустой пост, но результат в церкви будет тот же. Поэтому пастор это не просто человек, который пришел помолился, на этом закрылся, есть молитвный час, важное. Пастор это многообразный, многограний человек. Он в духе, он мыслитель, он помазанный, он знает Слово Божие, он помогает людям, он может с кем угодно говорить, на любой теме. Вот пастор, средненький пастор в Царстве Божьем. Это очень серьезный вопрос. Что мы поменяли в этом году? Мы хотим, чтобы церковь выросла. Хорошо, что вы сделали? Я хочу, чтобы у меня компания заработала два раза больше. Хорошо, что вы сделали? Я хочу, чтобы наши репцентры были. Хорошо, что вы сделали? Я хочу, чтобы студенты пошли быть пасторами. Хорошо, что вы сделали? чтобы они стали я когда помню что наша библейская школа делатели царства они такие отличники были столько отличников каждый год столько это а я говорю с деканом что смотрите вы в восторге что столько отличников в этом году а я плачу у нас отличники я говорю потому что цели у меня не отличники для декан правильно я юник я их не осуждаю потому что неправильно цели для декана и команды это какое отличники а цели для меня пастыри и я поэтому сказал хорошо вот что мы сделаем меняем всех наших учителей мы приглашались разных семинарий киева с уэ тес который здесь на пусть водится они приходили нас учили у них такие умные речи боже мой ха 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 они такие умные такие начитанные и наши студенты всегда выходили оттуда такими важными и стали отличниками на служение но я под я понял не то мы делаем я пришел декану сказал мы больше не приглашаем этих умных никого мы приглашаем только по новому завету из вечки завет а все остальное приглашаем пасторов зачем чтобы пасторы учили чтобы мы получили в конце производственного этого конвейера производственного этого конвейера пасторов это мне пришлось менять и даже все кто учили киевских пасторов и декан и все я сказал а вам учить людей минимально два часа максимум в месяц основные учат пасторы потому что я хочу чтобы вышли оттуда с пасторским мышлением это надо было поменять для того чтобы в конце получить новый результат пастор генри мы хотим молодежное наслужение в нашей церкви чтобы расширилось хорошо если это только желание и ничего не поменять в следующем году придут еще 10 бабушек в церковь молодежи не придут что вы сделали или что вы сделаете что вы поменяете чтобы пришла молодежь пастор генри мы хотим чтобы даяние увеличилось в нашей церкви молодцы что вы делаете чтобы даяние повысилось вот я помню один пастор мне говорил что пастор генри однажды бог сказал ты можешь строить церковные здания я ему сказал наши люди бедные и бог сказал пока ты так мыслишь вы не построите он пришел в церковь сказал церковь мы не беднее они на него смотри с такими глазами мы построим здания глаза еще шире мы будем давать на строительство и слоз уже добавились он пришел бог сказал господи я тебе сказал и бог сказал пока ты так со мной говоришь вы не построите он вернулся в церковь сказал церковь давайте посмотрим что библия говорит о даяния о христиане любят библию и когда он месяца два учил о даяния концу двух месяцев пожертвования увеличились в десять раз и они построили здание церковное и они начали евангелизации больше проект больше потому что деньги больше и они начали люди каяться больше и даять или стали еще больше некоторых людей он не успевал учить потому что те кого научил начали учить новых вы заметили что во всех церквях есть новые люди которые приходят и старые люди помимо пастора приходит обрабатывать новых людей вот чтобы была обработка правильная научите их правильные вещи и они начнут обрабатывать я раньше думал что люди церкви только меня слушают не они меня слушают 50 процентов вторые 50 они еще так называемые духовные в церкви и у них начинают собрать информацию поэтому чтобы собрали хорошую информацию учите вот эти главные сплетники церкви чтобы они сплетничали именно о правилном кто-нибудь скажите аминь да если вы не знали пастора это очень важно знать что люди ищут духовные люди которые пришли раньше них вот поэтому когда вы эти пророки так называемые начали к людям подходить это ужас они начали разваливать разрушать церковь и ты думаешь что это учишь правильно а разговор 50 процентов идет внизу поэтому бог желает чтобы мы делали что-то новое так возникает вопрос что же делать вопрос возникает мне нужно делать что-то потому что я хочу чтобы это новое началось что от меня требуется что от меня надо в жизни очень важно очень важно понять что делать потому что когда я не знаю что делать я не смогу улучшить себя если я буду помазан и но не знаю что делать я я я видел брата одного проповедника очень помазан он стоит на сцене наполняться духом святым и падает 30 минут лежит потом помазан отходит его поднимает какое помазание и церковь посмотрела и ушли домой следующее собрание наполнился духом святым и падает через время церковь уже надоело они перестали ходить на собрание и он говорит я их не понимаю такое помазание в церкви они не ходят а потому что помазание то не отрицает но просто ты не знал что делать с этим помазанием когда бог помазывает пастора это не для того чтобы он падал на сцене это для того чтобы он что-то сделал чтобы люди поменялись так что следующий раз пастор когда вам хочется падать от помазания на сцене заставляет себе вставать и делайте что-то с этим кто-нибудь скажите аминь не время от времени будет такое время когда бог хочет тебе помочь тебе там чтобы ты стал знамением для церкви что даже наш пастор не мог ходить но основном надо что-то делать с тем что у тебя есть смотрите первая книга царства 17 глава 26 стих будем читать так торопясь по 37 и сказал давид людям стоящим с ним что сделать тому кто убьет этого филистимеонина и снимет поношение израиля ибо кто этот необрезанный филистимеонин так что поносит воинство бога живого 34 стих вот давид он слушать речь давида давид и сказал давид саула раб твой пас овец отца твоего и когда бывало проходил лев и медведь уносил овцу из стада то он убивал короче 37 стих он заканчивается теми словами что и сказал господь давид господь который избавлял меня от льва и медведя избавит меня от руки этого филистимеонина и сказал саул давиду иди и да будет господь с тобою первое что делать научись видеть общую картину общую картину израильский народ видит голиафа что они видят большой гигант который бегает ходит кричит пытается пугать они не видит не видят общую картину какую бог на небе мы его народ они не в завете с богом мы имеем право на победу эту общую картину ушла из глаз израиля какая картина осталась голиаф большой мы маленькие люди которые не умеют видеть общую картину всегда будут напуганы мелкими обстоятельствами смотрите уровень давида уровень давида кто этот не обрезанный филистимеонин который поносит воинского бога живого он на это право не имеет это правильный широкая картина вторая картина который давид заметил сауле ему задают вопрос по твоему какое право ты имеешь претендовать на то что его убьешь он говорит очень просто я наблюдаю за общую картину какую медведь пришел дрался с ним убил но это можно как случайность но потом пришел лев я его убил я вижу уже общую картину как бог со мною работает и я уверен что это тоже филистимеонин он в этой же цепочке вы не представляете сколько лет я я молился за исцеление и люди селялись и каждый раз я думал я ни при чем я однажды молился за одну девушку населилась я решила эта мама постилась так много что бог ответил следующий раз я молился за молодой человек и он сказал за меня церковь молится и я так нашел объяснение я ни при чем эта церковь там в одессе молится поэтому бог его исцелил мне кажется в отличие от давида давид увидел два одинаковые действия божие и он в этом увидел цепочка а я ждал наверно двадцать случаев пока я начал думать стоп стоп а почему вот эти случайность происходит только когда я появляюсь может ли быть что бог меня помазал как-то не не может быть это мама постилась это церковь молилась это вот это они это я ни при чем господь прости что я мог такой подумать что ты через меня не нравится давид он быстрее гораздо два раза и он увидел цепочку научись в жизни видеть общую картину в том как бог работает с тобою через тебя вокруг тебя рядом с тобою начинай видеть эту картину эту цепочку скажите общая картина воспитывать детей большая очень большая ответственность но никогда не воспитывайте детей от выноса мусора сегодня завтра мусор завтра мусор и сейчас покричу на него из-за мусор какие последствия то многие дети развалины уничтожены из-за мусора когда они не выносили но страдать будет всю жизнь во всех аспектах жизни перед тем как вы начнете кричать на ребенка за мусор подумайте исходя из общего из общей картины пастор генри когда у меня появляется гнев я себя не умею контролировать вы можете взорваться по мелочам и терять отношения на всю жизнь а потом предисказать это же была мелочь уже никто вас лишать не будет поэтому человек который смотрит на общую картину он легче себя контролирует есть люди которые подводят очень сильно но понимая как они нужны завтра послезавтра послезавтра после послезавтра после послезавтра как бог их призвал не надо реагировать только штучно из одной какой-то эпизоды научитесь смотреть на церковь на компанию на гребцентр на все что вы делаете из большой картине перед тем как вы скажете мой город сложный плохой посмотри на общую картину украины поизучай немного это почему я часто говорю про молодежь что молодежь они не православные потому что они вообще не им сказали мы православные да что это значит это значит мы ходим в церковь когда на этот на рождество и на пасху с чем мы ходим с хлебом хорошо но что это значит он вообще не знает он ищет забавное новое если он увидит силу духа святого молодожь побежит потому что он не православный он не католик он никто он просто человек это надо и такие картины начинает учиться видеть и служить соответственно человек который умеет видеть общую картину он человек который не быстро обижается пастор к тебе подходит и говорит сегодня садись ничего не делай а ты же вчера мне обижал да но сегодня я передумал садись надоело мне сколько раз этот человек из его реакции не видеть общую картину если бы он видел общую картину он бы понял пастор меня учит пастор меня проверяет пастор будет и он бы по другому реагировал и не уничтожил свое призвание навсегда общую картину скажите общая картина я вас не слышу вот а почему важно видеть общую картину потому что бог так видит представьте себе когда умер господь иисус за нас две тысячи лет тому назад но при этом бог видел нас уже в спасении то есть настолько бог видел общую картину и на несколько тысяч лет в период что он сделал дела которые покрывают бог не работают штучно он общую картину видит хочешь быть другом божьим научись видеть общую картину в церкви пастор генн у меня такая крепкая церковь а может быть у вас только группа представления крепкая больше ничего крепкого нет такое бывает а может у вас крепкая группа порядка а больше крепкого ничего нет я никогда не забуду однажды был в Ивано-Франковске планировал ехать в Ивано-Франковске проводить крусейд и один пастор сказал моя группа порядка не служит с другими группами порядка почему наша она спец подготовлена а те вообще а как же нашли крусейд или мы или никто я отменил крусейд в Ивано-Франковске до сих пор не делал ничего там но что не знал этот пастор что все что у него хорошее это была группа порядка больше ничего общую картину не видел вы знаете сколько пасторы или руководители организации которые видят хорошие секретаря и думают что вся компания сильная а вся компания на грань развала церковь иногда нам кажется все отлично потому что они сидели на собрании сказали аминь а на самом деле дело внутри там очень ничего хорошего у лидера должен быть механизм постоянно понять что происходит внутри церкви какая общая картина что там происходит кто-нибудь меня слышит это я пытаюсь говорить с вами как с лидерами судя по вашим взглядом вы хотите чтобы я с вами говорю как с бабушками я не буду не буду решено не буду я вот помню церковь победа когда у нас были такие сектора секторы мы их назвали разделить Киева по секторам вот я получал отчеты смотрю по отчетам вроде все дела идут хорошо а на самом деле ничего хорошего там не было и однажды я решил сделать эксперимент я же старший пастор я решил перепрыгнуть вот этих лидеров секторов понять что там происходит когда я попал туда я был удивлен там ничего не происходило как в бумагах и потом я понял потому что я думал хотел понять почему люди перестают ходить в домашние группы потому что люди перестали ходить люди в церкви есть а в домашней группе их нет служение начало увеличиваться количество людей в служении больше и больше а людей нету в домашней группе в чем дело там все хорошо просто потом я пошел исследовать обнаружил ой и одно из вещей что я обнаружил у нас были такие региональные лидеры региональные лидеры он был региональным лидером и в его 3-4 группы домашние одновременно и на воскресенье в его силе не было даже ходить на богослужение на богослужение не ходит не получает свежее слово от пастора он не в видении пастора он двигается согласно тому что было два года тому назад и короче и это в результате он устает он начнет разваливаться а группы разваливаются я подумал как я так поздно это увидел и вам советую не надо поздно видеть я говорю региональные лидеры почему вы мне не говорили что вы ведете по 4-5 групп одновременно а почему они начали вести группы так потому что лидеры группы домашние группы сделали так много работ что первые уставали а эти пришли на замену потом скоро они тоже уставали теперь лидеры сектора начали на замену и они скоро тоже уставали вы заметите надо всегда понять что на самом деле происходит в церкви в реп-центре в организации поэтому первое что делать видеть общую картину когда мы видим общую картину первый вопрос который мы задаем как должно быть какой оригинальный план Божий как должно быть когда Бог смотрит с неба его первые чертежи что там было что на первые чертежи Бога что должно быть как должно быть и мы начинаем смотреть на общую картину как должно быть не обязательно как есть но как должно быть но как к чему я шел что я ожидал какие были планы о чем горело сердце что Бог открывал за что мы молились за что мы постились как мы двигались что было с самого начала что должно было быть второе а как же сейчас обстоят дело как сейчас что еще не хватает что мы не доделали какие не сделанные дела закрыть глаза и думать что Англии сделают ночь пока мы спим дома это иллюзия такое нету поэтому должно было быть так а как обстоят дело на самом деле вот я в прошлом году обеспокоился сильно у нас получается цепочки наши не сработали где-то то есть у нас есть планета Де у нас есть служение самый ранний это росточек мы его называем это самые маленькие потом планета Де потом подростковый они себя называют Виктор Тин потом миссия 316 молодежная вот идея такая выпуск росточек каждый год мы проводим выпуски эти росточки выпускаются из росточек и переходят в планета Де этот выпуск проводим здесь на сцену специально они маленькие кнопочки но они они любят быть на сцене они тут крутятся они стихи рассказывают они поздравляют пастора они одевают они маленькие их вообще вот они думают что они тут делают но они помнят что я был на сцене поэтому я дал приказ делаем выпуск росточек на сцене они выходят эти маленькие их сколько лет пять лет шесть лет они здесь стоят они крутятся вот и эта цепочка не проблема мы обнаружили что все кто выходят из росточек в планета Де остаются в церкви планета Де тоже выпуск здесь проводим они думают что они большие сравнивая себя с этими но они не большие еще и выпускаем их в подростковые а подростковые выпускаем молодежные и я обнаружил по отчетам начал допрашивать я обнаружил что цепочка из планеты Де в подростки не работает как надо теряем и даже обнаружил цепочка из подростковые в молодежные тоже оно не так работало четко как надо потому что получается эти они подростки но еще дети с теми старыми подростками они еще себя уютно не ощущают они любят со своими друзьями эти короче когда я увидел эту цепочку и мое внимание к этому пришло когда одна мама пришла ко мне говорит мой сын подростки ушел в мир следующая мама следующая мама тогда я подумал надо проверять что за цепочка там работает и я понял вообще не работало и дети терялись поэтому пришлось мне пригласить всех стоп тут цепочка не работает что мы делаем и мы начали работать над этим чтобы цепочка не потерялась потому что планета где сколько детей мы выпускаем а в подростках их нет поэтому это нужно иногда учиться посмотреть что мы имеем скажите что мы имеем поэтому многие служения церкви говорят у нас нет молодежь а потому что они были а вы где-то их потеряли вы ничего конкретно ради них ничего не сделали так поэтому получается что надо что делать нужно проверить так как должно было быть какой божий оригинал а если я узнал божий оригинал надо теперь понять что не хватает когда я понял что не хватает тогда вопрос возникает как недостающий исправить что делать скажите что делать я вас не слышу я вас не слышу это вопрос который я должен не могу отвечать одним мигом это нужно поработать с командами поработать с лидерами поговорить уточнять послушать собрать информацию чтобы принять решения обдуманные мудрые и помолиться за эти решения чтобы они были настоящие божьи решения в решении вопросов скажите амин нету ничего на этой земле для которого нету вопрос нету решения все имеет решение но главное надо чтобы мы к этому предлагались для того предлагали усилия все что мы можем чтобы мы нашли решение но божье оригинальное ведение никогда его не теряйте никогда не отменяйте обстоятельства никогда не позволяйте обстоятельства диктовать чтобы отменить оригинальный божий план и приспособиться к достигнутому нельзя мы возвращаемся всегда к оригиналу мы не приспосабливаемся к достигнутому вы понимаете в нашей стране вы понимаете так же вы понимаете Знаете, ну так же у всех, это называется приспособленческое, я не знаю, правильно ли это слово, но приспособленчества не должно быть. Мы отказываемся от этого, мы принимаем решение, Божий оригинал перед ним остается, бежим туда, если не получается, мы решаем и снова бежим к первому оригиналу. Место ворота не меняется для того, чтобы искусственно забить гол, надо к оригиналу, 100 метров, значит 100 метров, не надо приближать ради того, чтобы сам себя праздновать, сам себя поздравить. Мы же лидеры с вами, скажите, я лидер, скажи, вызовы делают меня крепче, еще раз скажи, я лидер, скажи, проблемы делают меня сильнее, скажи, поэтому не убегай от проблемы и не убегай от вызовов. Никогда не надо убегать, вызов для лидера, он скажет, наконец, есть работа, когда нет вызовов, у тебя работы нет, ты начинаешь делать дело секретаря, копировать бумаги, печатать письма, электронные почты. Это вообще не наше призвание. Наше призвание вызовы, проблемы, трудности. Я еще ужас не называл. Поэтому заметите, что это наше призвание. Это то, ради чего мы с вами живем. Ну, вот, я так, это недавно ехал из города Брянск, сижу в поезде и говорю, боже мой, какие русские поезда такие плохие, ужасные. Я сижу на седине, прямо как, такой, как будто это табуретка. Я говорю, вообще, что русские не могут новые поезда отдавать? А при том, я пришел, мое место кому-то продано. Вы представляете, из Москвы поезд, все. А этот, которые русские, бессовестные, они мое место продали другому человеку. Поэтому я с ним поссорился, они мне вернули место мое. И сижу, думаю, как здорово, что я живу в Украине. Смотрю, все написано украинской мовы. Я думаю, боже, я не того ругал. Я сказал. Удивительно, как поменялся мое мышление сразу. Ну, это же Украина, но денег же у нас не хватает. Я сразу начал оправдать. Поменял ворота сразу. Но не в этом деле. Лежу на эти табуретки, называемые. И поезд, и едем. Я не знаю, что произошло, но просыпаюсь утром. А утром всю ночь там то пограничники, то еще что-то. То есть брянские русские пограничники, российские. А конотоп украинские пограничники. Между ними, по-моему, 2 или 2,5 часа. Поэтому спать толком не получилось. В 6 часов уже в Киеве. Я не выспался, короче. Но когда я встал с этой табуретки, да, что-то у меня со спиной произошло. То ли я прыгал незаметно, я даже не проснулся в этом все. Так, заболел спиной, думаю, что это? Ну, я возлагал рук, помолился и как бы прошло. Пошел в зал себе, поработал, как-то зафиксировался на месте. Но я чувствовал, что они с каждым днем хуже, 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 хуже. И я тут полетел в этот Краснодар и летаю назад, и уже даже ходить не мог. Думаю, боже мой, что это такое? И даже, ну, обезбаливаешься, взяли, они работают на 2-3 часа, а потом снова болит. И вот, а приехал в Киев, а у нас я же прилетел во вторник, у нас же пост. И надо на пост сразу побежать. Поэтому я пришел на пост. И я хожу тут, молюсь, и тут как будто, я не знаю, когда вы будете чувствовать, есть такая боль, как будто зубная боль, но она в спине, да, вот. А молиться надо? Попробуй не молиться. Что скажет Андрей из Ужгорода? Что скажут кримчане? Нам надо их так показать, что мы такие, чтобы они захотели вернуться. А зачем я это все рассказываю? Лидеры. Кто-нибудь меня слышит, да? Это не потому, что, когда вы видите, что лидеры, они бьются, они делают, они толкают, они переворачивают. Это не потому, что у них все так, как по маслу. Нет. Они просто осознают, что я лидер. Вот проводил встречу с пастырами, когда там, в среду. Когда я стою, все отлично. Вот я сейчас стою, я вообще в раю. Хочешь спать стоя, называется. И прохожу все это иногда, но я не имею права пропустить какой-то мяч дьяволского удара. Ни один. Пострадаете все. Неважно, болит, не болит, не имея права пропустить дьяволский гол. Почему? Я лидер. Скажите, я лидер. Я вас не слышу. Я лидер. Что вы сказали? Я лидер. Я слышу, но так хорошо. Повторите, пожалуйста. Я лидер. Я однажды поехал на одной конференции, не помню, в каком городе. И мне говорит помощник пастыра, нет, он дома на конференции, в которой он меня пригласил. Как это он дома? Ну, он простудился. Я приехал туда простужен сам. Я с Украины летал простуженным, в дороге, везде извинялся предо всеми, кто был возле меня. Приехал на конференцию. А пастыр, видели, простудился. Остался дома. И жена за ним ухаживает, потому что он простужен. А я такой путь преодолел. В этот момент хочется собрать чемодан, разворачиваться и уехать. Потому что нечего вложиться для такого человека, который не осознает, что он лидер. Я не говорю, что он должен, но я не говорю, что пастыр должен себя там, самоистязание, заболел, заболел. Но простуда, конференция идет, можно прийти на собрание. И все пастыр, которые пойдут на собрание простужен, им сказали. Мы живем в такое время, когда есть столько препаратов, которые могут сушить нос. Можно много чего делать, и никто особенно не будет ощущать, что вы простужен. Это можно. Тем более он не проповедовал. Проповедовал другой простужен. Ай, сегодня я чувствую, что как-то я наезжаю на... Но я просто хочу, чтобы мы поняли. Мы лидеры. Скажите, я лидер. Я вас не слышу. Я лидер. Скажи, через мои ворота. Через мои ворота. Дьявол не забывает ни один гол. Я не забываю. Я не забываю. Скажи, да, аминь. Аминь. Аллилуйя. Второе. Номер два. Что делать? Кроме того, что нужно смотреть на большую картину. Что делать и как? То есть я вижу оригинальный план Божий, вижу, где я сейчас, понимаю, что недостает. И теперь принимаю стратегические решения, что делать, чтобы исправить положение и прийти в нужный момент. Некоторые вещи, которые нужно делать, иногда означает, как лидер-пастор поручить другим людям. Некоторые пасторы настолько все делают, что церковь их никогда не вырастет. Я иногда вот выхожу, хожу по территории и смотрю, там подростки что-то делают, там кто-то танцует, там кто-то поет, там барабаны бьются, там кто-то актеры, там строители, там это убирают, там кто-то еще, там это что, там книжный магазин работает, там еще что, там еще что-то. Поэтому моя задача как лидер создать город, а убирать комнаты, пусть будут самые жители в своих квартирах. Скажите аминь. И когда мэр города начинает ходить по домам, убирать квартиры, его не будут избирать на следующие выборы. Пастор не может заниматься уборкой квартиры, прообразно. Он должен оставить в руки других. Одна из главных задач любого руководителя, это обучать. Какой является одним из главных задач руководителя? Обучать. Не делать, а обучать, чтобы делали. Если в церкви нет обучения, чтобы делали, такая церковь никогда не вырастет выше определенного уровня. Обучение, чтобы делать. Позвольте мне добавить. Обучение в библейской школе здорово. Но это не о том, о чем я говорю. В библейской школе, само собой, слава Богу. Но нужно обучение по всем параметрам. Нужно обучение убирать. Нужно обучение вот это делать. Все это надо, чтобы кто-то обучал и обучался. Вы понимаете? Для того, чтобы кто-то, вот эти слайды, надо было, чтобы кто-то обучался на эти слайды. Нет обучения, нет улучения. Что делать? Часто надо обучать людей. И люди начинают делать. Но надо, чтобы они были обучены. Когда пастор делает эти мелкие вещи, это то же самое, что мэр города вышел и начинает убирать, взял этот, чем снег можно, лопат, и он убирает. Кроме того, он хочет фотографии. И то не больше пяти минут. Это не его работа. Ему надо поехать себе в контор и найти людей, которые обучают людей с лопатами, а другие, которые там, а там забастовки, чтобы решать, там пожары, чтобы тушили, там то, там то, там то, там то. Это его задача. Лидерство в церкви в 21 веке – нелинейное дело. Раньше так можно было вести церкви. Линейное дело – пастор, диакон, помощник диакона, или кто его сместит, когда поругаются. И три с острым контролёром, и пять контролёром. Ой-ой-ой. Сейчас уже нет. Линейное – такого нет у больших. Кто-нибудь меня понимает, да? Пастор 21 века, если мы хотим в большую церковь, всё должно быть многоуравновое лидерство. Минимум четыре. Вот Павел говорит, Тимофей, то, что я преподавал – уровень номер один. Тебе – уровень номер два. При других свидетелях – уровень номер три. Так, передай другим, ну, при свидетелях, они так же уровень, как Тимофей. Передай другим уровень номер три, который способен других учить. Четыре уровня. Моё убеждение, церковь, которая растёт, должно быть четырёхуравновое лидерство. Как минимум. Тогда эта церковь имеет надежду на рост. Когда есть только одно уровень, значит, пастор всё делает. Если два уровня – это пастор и другие помощники близкие всё делают, и больше никто ничего не делает. А три уровня – другие люди начинают делать. А четыре уровня – церковь двигается полноценно. И притом не всё пастор знает, что делается, когда. Он даже иногда не знает. Он узнает в конце месяца. Но у него есть система работающая, у него есть обученные люди, система работает. Он временами включается, чтобы как-то всё было как надо. Но он четыре уровня гарантирует рост и расширение церкви. Кроме того, как Павел учил. Вы что, со мною? Мне нужно, чтобы мы имели, как, что делать. Чтобы, когда помазанное на нас будет сходить, мы были вооружены знанием, как, что делать, когда помазанное начнёт двигаться. Обучение людей, обучение людей, обучение людей. И не обязательно пастора обучают. Поэтому, если мне нужно, нам нужно было бигборды после Атошина, чтобы было бигборды от церкви Победа показывать. Вы знаете, какая моя задача? Моя задача – это мне дают там возможные тексты. Я их могу браковать, не браковать. Потом дают мне картину. А я говорю, Васильевич, да, пойди по городу, проедь ночь. И посмотри, какие бигборды ярко видны ночи, а какие не видны. И зафиксируй, какие цвета не видны, какие видны. Не смотри на красоту, смотри, как видны. Да? И Васильевич едет, возвращается. Да, вот, такой цвет не видно. Оно красиво, но никто не видит. А такой цвет видны. Хорошо. Это моя задача. Хорошо. Притом, эту задачу я должен был давно передать. Потому что я это уже повторяю столько раз, но почему-то каждый раз возвращаюсь. Но уже они уловили, что перед тем, как пойдем к пастору, мы должны проехать по городу, проверить. Потом мы скажем, мы побыли в городе, мы пришли к этому выводу. Хорошо. Пастор, ты на это учился? Нет. Это логика. Логичные вещи, которые надо делать. Потом они собираются, они учат друг друга, там маркетологи. Они учат. Я не маркетолог. Поэтому, но я могу только, что мне нравится. Что я вижу, что логично работает. Некоторые вещи не обязательно, чтобы я обучал. Потому что я тоже не специалист в этом. Но найди людей, которые обучают других людей. Скажите обучение. Я вас не слышу. Вот если бы прийти в вашу церковь. Сколько раз я пришел на конференциях разных церквей. Я хожу, вот я был в Краснодаре, да. У меня был этот чемодан свой, еще спина же там болит. Что это? Я хожу. И возле меня ходят два ребята, группа пара, пришли меня встречать. А я со своими вещами. Вот туда надо идти, сюда. Пожалуйста, сюда. О, мы же пришли вам служить. Я говорю, ребята, я хотел сказать, ребята, вы пришли мне служить, а я со своими чемоданами. И вы морщили передо мной, как солдаты. Что за служение такое? Быстрее всего, их никогда не обучали. Они с удовольствием взяли бы мою сумку. С удовольствием, если бы кто-то их об этом когда-нибудь обучали. Сколько пасторов, да, бывает в дни рождения в церкви. И церковь не благословляя своего пастора ни копейкой. Вы знаете почему? Их никто никогда не обучал. Люди никогда не могут делать больше, чем они обучены. Никогда. Поэтому часто обучение, это вы пасторы должны включаться. Вы первые должны обучать. Вы понимаете? В церкви Победа, в Киеве, все знают, что плохое качество, я его называю современно-советское, не проходит. Я даже не на то время смотрел на это. Вы что-то приносите ко мне? Высокого уровня. Низкого уровня не предлагайте. И они уже начинают между собой об этом говорить. Должно быть высокое качество. Должно быть хорошее качество. Должно быть хорошее качество. И потихоньку люди с качеством начинают вырисовываться. Первый, кто учит, это пастор. Это он первый. Пастор, если я буду учить людей о том, что они должны финансово меня благословить, они же скажут, что я сам себе. Это называется, вы будете проповедовать под влиянием телеканала Интер или 1 плюс 1. Это не самый лучший источник, откуда взят откровения, чтобы учить в церкви. Вы учите из Библии. Неважно, какой канал и что говорить. Потому что, когда вы оставляете людей без истины, вы разрешаете прокладье, проникать в их жизни, в их дома, в их семьи. И вы виновны в этом. Ваша задача – учить Слово Божие. Неважно, какой канал, где что говорить. Я вас не слышу. И когда идет массовое обвинение какого-то другого служителя, не торопитесь этим, потому что иногда это демон, который говорит через массу. А проникайте в Слово Божие. Что там? Скажите, что там? Что там где? В Библии. Вот. Номер два. Что делать? Надо самому меняться. Если мы хотим двигаться в новом, мы хотим... Вот. Важно. Какая разница между игрок и тренер? Мне очень нравится футбольная команда Барселона. Не Барселона мне нравится, а Мерси. Мерси, он хороший игрок. Он хороший игрок не потому, что игрок. А он хороший игрок, потому что на земном шаре нету человека, который умеет так быстро уловить, где мяч, где защитники. И как так сделать и неожиданно и забить гол. Нету такого. У него как какой-то дар. Уметь сопоставлять ворота людей. Дар. И вот это меня в восторге приводит. Но он не игрок. Зенадин Зидане. Вы знаете такое? Футбольная команда Ливерпул, так? А, значит, вы знаете. Реал. Перед тем, как он стал тренером Реал Мадрид, он играл для Реал Мадрид. Как вы думаете, его взгляд на игру, будучи игроком, то же самое, как теперь его взгляд, будучи тренером в команде. Как вы думаете, одинаково? Нет. Как тренер, у него гораздо шире. Пастыри, вы не игроки. Вы тренеры. Вам нужно смотреть на церковь. Не позволяйте какая-то бабушка вас контролировать. Вы становитесь игрок. И вы покидаете свое место тренера. Слава Богу за жену. Но и жена не должна диктовать, потому что вы превращаетесь не в тренера, и жена или муж диктует, да? Ее или его мама добавляют. Вы перестаете быть тренером. Вы становитесь однобокое, только одной ногой бьющий игрок. А ваша задача, вы должны быть папой для всех. Или мамой. Кто-нибудь меня слышит, да? У вас должно быть взгляд тренера на команду, а не на одного игрока. Нет ни одного тренера, который сидит только хлопает в ладоши для одного. У него вся команда. Вся команда. Скажите, вся команда. Я вас не слышу. Что вы сказали? Вся команда. Потому что некоторые церкви ограничиваются теми голосами, которые постоянно контролируют пастор. И эти голоса ограничивают служение. Ограничивают организацию. Я вот однажды попал в одну церковь в Зимбабве. Пастор американец со своей женой. А этот пастор, он такой хороший. Я его знаю. Он такой хороший, что... Хороший пастор. Ну, знаете, есть такие пасторы. С ним говоришь прямо, думаешь, Боже, ему бы дал тортики, еще и конфетки, еще вообще. Он такой хороший. Его жена немножко вредненькая была. Я ее тоже люблю. Она хорошая. Но вредная. Но его жена. Поэтому я вот всегда... Но я всегда знал, что если бы не она, эта церковь была бы в три раза больше. Я всегда знал. Вот однажды я приехал, церковь разделилась напополам. И за нее опять же. Она там какие-то женщины поругала. Она их... Ну, короче, она вот такая. Ругается. Любая женщина, которая как-то поднималась. А это была... Есть телекомпания, есть мобильная компания. Самая большая в Зимбабве. Эконет называется. Хозяин. Он мультимиллионер. Он приносил деньги в церкви 10 миллионов каждый год. И его жена ходила в эту церковь. И он ходил. Потом он поругался с президентом, поехал в другую страну. Когда жена в Зимбабве, она там. Десятину передавали там. Вот несколько женщин начали подходить к этой... Жена этого... И общаться. Ну, подскажи нам. А это... Расстроилась, что я уже тут непочитаемая, да? Она поссорилась с женой этого бизнесмена. И я приезжаю. Жена бизнесмена ушла из церкви. Десять миллионов в год закрылась. Сейчас этот бизнесмен... Есть такой пастор, Крис Аякиломы. Он стал членом этой церкви. Сейчас он дает 150-200 миллионов в год, которые он мог бы дать в той церкви. И поэтому я встретился с женой этого бизнесмена, с женой пастора. Я сказал, пастор, ты пойдешь со мной навстречу? Он сказал, нет. Бог тебя прислал специально. Говорит, я тебе... Иди решай. Там было четыре женщины. Вы бы видели. Четыре женщины. Одна жена пастора, конечно. Я должен был ее защищать все это время. И другие жены бизнесмены. И я ее защищаю, но в процессе защиты я понимаю, что правота не на ее стороне. Но я ее защищал. Но я нашел защиту. Жена помазанника. Как-никак. В конечном итоге они согласились покаяться перед нею, но ей было неудобно. Она же покаялась перед ними, но они с церкви ушли. И вот я потом сидел с пастором. Говорит, пастор, один на один мы сидели, разговаривали. Я сказал, ему было тогда, по-моему, 50 лет, и мне 40. Я сказал, мы с тобой уже после обеда почти. Тебе 50, и мне 40. Если бы я знал, что еще такой возраст придет сейчас, я бы по-другому. Я говорю, значит, я тебе посоветую, постарайся найти какие-то женщины вокруг твоей женщины, которые будут петь песни такие. Ты вообще, ты молодец, вот такое, чтобы она была все время пополнена. Что вы смеетесь, должна пополняться. Найди 4-5, пусть они вокруг нее. Ты молодец, ты вообще, лучше тебя нет. А эти дела все, не допусти ее. И притом, откуда эта мысль пришла, я не знаю. О том, что поставить вокруг нее 5 женщин. Это просто оно пришло. Он так и сделал. Вокруг нее, мама, что вам дать, что с вами, она вообще, она уже, вот, она в раю. И церковь начала расти. И до сих пор, я вот сейчас буду на Эмпау 21 в Южной Африке, потом полечу в Зимбабве. Когда он узнал, что я летаю, он сразу, у него конференция ежегодная, он сказал, такой потери у нас будет. Я поставлю тебе кого-то уменьшу, только ты должен служить. Потому что церковь начала расти. Он построил здание за 60 миллионов долларов. Я сказал, пастор, ты не говори эту цифру при мне. Не говори эту цифру при мне, пожалуйста. Вообще сразу у меня комплексы начинают, я их уже победил кровью Иисуса. А, они просыпались. Не позволяйте церковь быть ограниченной из-за кого-то, из-за какого-то брата, который называет себя пророком, из-за какого-то брата, который говорит, он помазан на исцеление, ругает людей, обзывает всех, и люди уходят из церкви. Вы понимаете? Не позволяйте этим вещам ограничить ваше служение. Вы лидер. И все сказали аминь. Так. Что делать, номер два? Меняйся сам внутри. Новое никогда не будет, если внутри мы не меняемся. Римлянам 12, первый, второй стих Библия говорит так, особенно второй стих, «Итак, умалая вас, братья, милосердием Божьим». Та-та-та-та. Второй стих. «Не сообразуйтесь веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Должно происходить внутренняя перемена. Невозможно творить новое, если не произошло внутреннее перемена. Человек должен сам меняться внутри. И вот, смотрите, первое, что надо менять, это свое мышление. Скажите, мое мышление нуждается в перемене. Я всегда думал, что если человек живет в каком-то хуторе где-то, я всегда попадаю в проблему, называют Димир хутор. И мне называют, нет, это не хутор. Где хутор у нас возле Киева? Кто-нибудь знает? Как? Червоний хутор? Уже не называется. Они соединились с чем-то, по-моему. Она уже не хутор, они отказались. Они недавно назвали хутор, они чуть меня не побили. Человек, который живет в деревушке маленьком, где 10 домов, свиньи там ходят, в домах живут с родителями, со всеми людьми. Все, короче, так. И мы говорим, ты пойдешь на небо, там красиво, быстрее в своем представлении о небе, это Москва. вы не смеетесь, пожалуйста. Он думает, что небо должно быть вот такое, вот такое, вот такое. А найдите москвич, скажите, ты попадешь на небо, он думает, что небо это Киеве. У вас такое неверие, что вообще? Возможно, киевляне скажет, на небо красиво, он думает, наверное, небо это Нью-Йорк. Заметьте, разница между этими людьми мышления. Они ограничены своими мышлениями и взглядами. И то, что они называют, по их мнению, супер, а для кого-то это вообще мелочь. моя молитва, чтобы наше супер было настоящее, божественное супер, а не хутерское мышление, которое дает нам чувство, как будто мы попали в раю, а мы еще только в боерике. Кто-нибудь меня понимает? вот меня это раздражает, когда я вижу это хутерское мышление вокруг себя, у меня прямо аж аллергия, я уже красные точки над лицей начинаю видеть. Я не могу хутерское мышление вообще, оно ничего общего с Богом. Это не значит человек второго сорта, ни в коем случае. Бог любит всех, принимает и все, но когда ты пришел в Божье царство, подтягивайся пожалуйста на божественные масштабы, взгляды и уровень. Скажите со мной аминь. Надо меняться самому. Один человек сказал так, если надо о чем не буду думать, то лучше я буду думать о чем-то широко и масштабно. Все равно думать надо, но если надо думать, то зачем мне думать узко? Если уже надо думать, тогда я не позволю мелким мыслям, глупым мыслям прийти мне в голову. Я буду думать широко, масштабно, потому что все равно думать надо. Это как кушать. Если надо кушать, то я буду вкусно кушать. Вот вы не сказали аминь, потому что ваш религиозный взгляд помешало. Библия говорит, не хлебом единым будет жить человек. Я понимаю, что вы хотите сказать словом, но поверите, не хлебом единым. Можно и мясо добавить, можно и масло добавить. Можно это писание, поверите мне. Если я уже буду кушать, то не хлебом единым. Я уже добавлю все, что надо. Или я в посте, или я буду кушать хорошо. Вы знаете, когда Бог поручил Аврааму, Адаму и Еву? Многие люди говорят, Бог дал закон. Какой был первый закон? не ешь из дерева неправда. Первое правило было ешь от всех деревьев. А второе правило от одного дерева больше было ешь, не есть. Первое Божий приказ было ешьте от всех деревьев. Это был приказ номер один. Ешьте. А номер два не ешьте от этого одного дерева. А мы занят исполнять второе, иногда игнорируем первое. Я не говорю, что надо кушать все время, а потом будет 9 герцог мешать, молитесь за меня, чтобы я похудел. Поэтому если уже мыслить надо, то я буду мыслить широко, масштабно. Второе, мы не хотим только мыслить широко. Нам нужно дальше идти. Заметите, нужно, чтобы внутри было то, что я называю глубокое недовольствие тем, что есть у тебя и отчаянное желание меняться. Скажите, я недоволен? Я вот смотрел на свою жизнь, все продвижения вперед родились от моего глубокого недовольствия состоянием церкви победа. Каждый раз, когда я доволен, ничего не меняется. Заметите, недовольствие это Божий подход возбудить у тебя ревность на перемене. Поэтому я молюсь, пусть Бог даст вам глубокое недовольствие тем, что у вас есть. И отчаянное желание видеть перемену. Есть то, что я называю мышление доехали. Оно должно уйти. Третье. Если мы хотим меняться сами, очень важно, чтобы внутри нас, кроме отчаяния, желания менять все, что есть, нужно развивать мышцу риска. Скажите со мной риск. Я вас не слышу. Мышцу риска, его надо тренировать. А как тренируется эта мысль? Мышца риска качается, делая новые вещи каждый день. Просто обучай себя делать что-то новое каждый день. Я недавно это в фитнес-центре спрашивал своего тренера. Я говорю, некоторые упражнения мы с вами два года делаем. Не пора ли их остановить? Он сказал нет. Он говорит, вот последние полтора уже полтора года после ваши мысли начали реагировать как должно. Как? Говорю, да? Это плечи. Ваши плечи уже начали реагировать как надо. Вы имеете ввиду полтора года? Да, так надо, чтобы оно поменялось. Я подумал, боже мой, если бы я знал, я бы раньше начал. Смотрите, мышца риска не качается за один день. Это нужно каждый день что-то новое, каждый день что-то новое, каждый день что-то новое, каждый день что-то новое. И мышца риска становится крепче, 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 и Бог сможет вам доверять новые вещи, которых никогда еще на земле не было. И вы сделаете успешно. Это надо, потому что никак нельзя переходить в Иордан, если не рисковать, нельзя переходить через Черное море, если не рисковать. Без этого никак не будет. И последнее, что делать? Будь человеком делом, будь человеком, который настроен на дело. Потому что если мы не настроены на дело, дела никогда не будет. Давайте будем людьми дело. Вот понравилось мне один человек сказал, никогда не сможешь пережить глубину океанов или океана, если ты не готов перестать видеть берег. Ты влюблен в берегах? Пожалуйста. забывай про океанов. Хочешь пережить глубину океанов? Пожалуйста, надо быть готов расстаться с берегами. Оно невозможно, чтобы вместе. И вот получается, нам нужно быть людьми делом. Если же мы не будем людьми делом, мы не качаем мысль риска, мы многие вещи не сможем видеть в полноте как надо. Евангелие Марка 16 глава с 15 стиха, а я прочту так, 15 и 20. И сказал им, идите по всему миру и проповерили Евангелие всей твари. Смотрите, Иисус был человеком делом. Поручение его было, идите по всему миру и делайте. Савву 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 да, кто ты Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Скажи мне, что мне делать? Павел был человеком делом. Даже когда он был плохим, было много фарисеев, которые ненавидели церкви. Но они сидели дома у кресла и обзывали. Павел нет, они плохие, да, все, дайте письмо, я пошел, я их убью. На дороге Иисус, да, что мне делать? Павел никогда не мог сидеть без дел. Скажи мне, что мне делать? Христианство, Божье христианство, лидеры должны быть людьми дела. Поэтому первая церковь, 20 стих, написано 16 марка 20 стих, они пошли и проповедовали везде. Люди дела. Церковь теоретическая, церковь умная, которая сидит и обсуждает, рассуждает, обсуждает, рассуждает, обсуждает, рассуждает, тире мертвая церковь. Церковь должна быть церковью дел. Скажи дела. Я вас не слишу. Я вас не слишу. Мы не можем видеть расширение, если мы не люди. Дело. Дело, дела и дела. Избегай людей. Знаете, есть люди, которые мешают в деле. Избегай людей, которые разрушают твои планы, настрои и масштабы. избегая, не имея ввиду, не надо с ними разговаривать, я просто имею ввиду, не разрешай им внутри твою душу что-то туда вложить. Одно из них из них я часто бываю, встречаюсь с эпископами разными, вот эта болезнь, мы доехали, мы дошли, настолько там живет, что иногда я думаю, Боже мой, я закрываю сердце свое, буквально, общаюсь и закрываю сердце. Зачем? Потому что я не хочу, чтобы вот это чувство я дошел, чтобы вошел в мое сердце. Не хочу. Ни в коем случае. Есть люди, которые надо избегать. Люди, которые разрушают твои планы, твой настрой в движении и твои масштабы. Не обязательно с такими людьми. И замерите, не надо бояться критицизма, потому что критицизм это час жизни. Если мы хотим что-то делать, критицизм неизбежен, но оно не должно тебя останавливать. Критицизм неизбежен, но кроме если ты будешь никем и заниматься ничем и пытаться делать ничего, тогда критицизм на твою дорогу не придет. критицизм не означает, что Бог против тебя. Критицизм означает ты делаешь что-то, ты кто-то и ты стараешься делать что-то существенное. Поэтому критикуют. Никто не критикует спящего дома, кроме жены, которая устала просыпаться и видит тебя все время. Заметите, что критицизм это норма. Унижают норма, обзывают норма. Я делаю прямые эфиры проповеди, да, и когда заканчивается проповедь, смотрю, там так меня обзывают иногда, Боже мой, такими именами. сначала наши ТВ-отдел хитрили, они старались пока еще не посмотрел убрать все плохие. Потом я прихожу и думаю, о, какие хорошие люди, не зная, что здесь были некоторые господа, которые я не успел увидеть. Потом я им сказал, не уберите ничего. Потом, когда я прочитал все, что там, я думал, может, надо снять мой запрет. Там меня так обзывают, но что интересно, обзывают каждые 10 минут, каждые 5 минут, все проповедь, значит, человек все абсолютно дослушал. От А до Я. А я же Библию не читаю иногда, потому что сразу тексты здесь, да, опишут, а когда он откроет Библию наконец? Вот церковники, да, вот, пока я не открыл Библию, проповедь еще не началась. Потом я что-то там двигал, о, наконец Библия открылась, проповедь началась. Нет, не началась, не заканчиваю. Но критицизм это норма. Многие люди боятся критицизма. Первое царство 17, глава 28 по 30. Заметите, что критицизм это норма. «Услышал Илья старший брат Давида и говорил он с людьми и рассердился Илья на Давида и сказал «Зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец?» Заметите, когда Илья начал ругать Давида? Не тогда, когда он принес сыр и хлеб. Когда он принес сыр и хлеб, он хороший, спасибо, братья, какой же ты молодец, спасибо, умненький, молодец, хороший брат. Потом он говорит «О, это кто? Голиав. А какое право он имеет? Он же не имеет права. Мы войска Господа Бога, он не завета Божия. Кто это не обрезан? Я его убью». С того момента хороший братик ушел из глаз Илья Сразу «На кого ты оставил овечки? Зачем ты сюда пришел?» «Брат, ты же в курсе, зачем я пришел? Я хлеб, сыр, ты только что, я же тебе это, ты знаешь, зачем я пришел? Нет, надо ругать. Ты пришел посмотреть на сражение. Разве? Ты же в курсе, что папа меня послал с сыром, с хлебом? А ты меня обвиняешь, что я пришел смотреть на сражение? Но мне нравится, что Давид сделал в 29 стихе. Давид говорит «Что же я сделал? Не слова ли это?» Следующий стих «И отворотился от него к другому и говорил те же самые слова». Он понял, я останусь возле Ильява, у него есть возможность психологически, он мой брат, я от него завишу во многом. Но если я буду слушать эти разговоры его, я не убью Гулияфа, Израиль останется в поношении, а Иоанн, Давид, не станет царем, поэтому Давид отошел, не поругался с Ильявом, никогда не ругайте свое имя Господа, никогда ни с кем. Не надо сказать, они мне мешают, поэтому я их обзывал. Неправильно. Давид ни с кем не поругался, никого не обзывал, он просто сказал, не слова ли это, все хорошо, спасибо, брать, благословение, до встречи, да, вот, и он сделал дело, точно он вернулся домой с теми же братьями, он с теми же был, он с ними не поругался, но он сделал дело, он выполнил задачу. Когда Бог нас помазывает и начинается движение, не ругайтесь, потому что вас поругали. зуб за зуб общество будет без зубов, око за око общество будет состоять из слепых людей и даже некому будет водить других людей. Поэтому тебя поругали, не ругай назад. Тебя критиковали в интернете, не критикуй назад. На тебя наехали, не наезжай назад. Если хочется наезжать, закройся к Богу. Господь, ты видишь, я твой человек, прошу, заступись, включись в Божие. Он включится, он обязательно заступится, но не надо обзывать людей. Скажите аминь. Бог желает, чтобы мы с вами делали новое. Перед тем, как я вас отпущу, я хочу, чтобы вы взяли там, где вы конспектировали, и напишите, пожалуйста, с чем вы занимаетесь, не напишите, чем вы занимаетесь, а если вы пастор о церкви, если вы руководите много церквей, обо всех церквях, репцентр, репцентр, бизнес-компания, бизнес-компания, что новое вы будете делать, возвращаясь домой? Напишите 10 пунктов. Не значит, вы всех исполните, плюс из 10 вы хотя бы 3-4 сделаете, это будет благословение. Что новое вы будете делать? Что вы видите, что надо было делать? Что вам во время разговора, учения показалось перед вами, что тут буксует, тут буксует, тут буксует, тут буксует, тут буксует. Запишите, зафиксируйте. Я хочу об этом молиться, чтобы Бог вам помог в исполнении вот этого, что вы написали. Если вы написали время проповеди, здорово, а если вы не написали, напишите сейчас. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим тебя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Ну, когда домохозяйка принимает решение, я буду кормить мужа, наконец, тоже напишите. Когда муж пишет, я не буду забыть день рождения моей жизни, запишите, пожалуйста. Это так важно. Вот. Поэтому каждый напишите на своем уровне. На своем уровне. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Я буду собирать моих лидеров, например, у тебя пришел мы собрать лидеров в чаше, чтобы они были в курсе того, что мы должны делать. Так, я буду молиться с теми, а я буду тому звонить, а я поучу всех, чтобы это, а я начну уроки по тому, по тому, я начну обучение в этих направлениях. Я вот поменяю вот это, там структуру переделаю, потому что оно буксует, моя компания буксует за эту структуру. Вот этот человек, который я поставил там, из-за него страдает много дел. Я хочу поменять там, чтобы там стало по-другому. Я хочу, не хочу быть мэром, который ходит по квартирам, подбирает. Я хочу быть руководителем. Поэтому надо обучать людей, чтобы структура работала. Вот написать, надо написать. Написать. Спасибо тебе, Господь. И давайте мы все встанем. И вот эти ваши списки, я хочу, чтобы вы показали перед Богом. Я хочу попросить, чтобы Он помог с этими списками. Чтобы Он помог с этими списками. То ли это в служении, то ли это в работе, то ли это в жизни личной. Неважно в чем, Бог может помочь вам с этим списком. В этом списке Он может помочь. Он может помочь. Он может помочь. Господь, вот наш список. Некоторые из этих списков, они в сердцах. Мы хотим быть людьми дела. Мы хотим быть лидерами дела. Мы хотим достичь новые масштабы и новые уровни. Господь, мы сегодня, вот наш список. Вот наши решения по отношению к нашему служению, по отношению к репцентру, по отношению к компанию, по отношению ко всему, где мы имеем влияние. Вот наш список Господь. Вот наш список. Мы устали быть мэром города, который подбирает квартиры постоянно. Мы хотим обучать людей соответствующих или найти соответствующих людей во имя Иисуса. Кондария, Кондария, Масса, Камандария. Боже, этот список, мы просим Твое содействие. Мы просим, Боже, Дух Святой, возьми этот список наш и начнай нам помогать это все исполнять. Начнай нам помогать все это исполнять, Господь. Мы не можем остаться там же, где мы были. уже много лет, годы идут, годы идут, Господь. Мы хотим показать плод нашего труда, плод нашего служения, плод нашей работы. Господь, мы Ему просим, мы хотим исполнять все это. Но не только это, даже больше, чем это. Все, что мы не заметили, мы не хотим осознавать, мы сами себя признать не хотим, но мы, но ты знаешь, Боже, что это надо менять. Боже, мы соглашаемся на перемену. Мы соглашаемся делать новое, то, чего еще не было. То, чего еще не было. Пусть оно будет выглядеть, как будет авантюризм, но мы согласны. Лучше будем рисковать не туда, чем сидеть спокойно и ничего не делать. Чем сидеть спокойно и ничего не делать. Боже, мы согласны, мы готовы. Вложи в нас терзновения, готовь нас на риск двигаться и делать новое, делать новое. Вложи в нас недовольствие тем, что мы имеем, глубокое недовольствие. мы благодарны за все, что ты нам уже дал. Спасибо. Спасибо за церковь, спасибо за церковь и за служение, но, Боже, вложи в нас глубокое недовольствие, желание видеть больше, видеть другие масштабы во имя Иисуса. Мы хотим другие масштабы, Господь, мы хотим другие масштабы, мы хотим другие масштабы, мы хотим другие масштабы, мы хотим другие масштабы, Иисус. Кондария масоком моддория, масоком кондория. Новые масштабы в церкви, новые масштабы в служениях, новые масштабы в бизнесе, новые масштабы в компаниях, новые масштабы Новые масштабы в домах, новые масштабы в обществе, новые масштабы в университете, в школах, везде, где мы, куда ты нас поместил для влияния. Новые масштабы хотим. Мы устали оправдать отсутствие плода. Мы устали оправдать отсутствие того, что надо. Боже, мы благодарим Тебя. Мы настроены на новые масштабы. Мы настроены на новый уровень. Мы настроены, Господь, во имя Иисуса. Боже, Ты можешь рассчитывать на нас. Решение принято. Проблемы нам не помеха. Вызов это то, от чего мы прыгаем. Поэтому мы готовы. И мы обещаем, как лидеры, мы встретим проблему в лицо. Вызовы в лицо. Потому что мы лидеры Твои. Мы ничего не боимся. Ибо с нами Бог. Поэтому пройдем вместе с Тобою. Будем людьми делом. Мы будем людьми делом, как Саввул, который стал Павлом. Что мне делать? Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Тебе да будет слава и честь. Во имя Иисуса. И весь народ скажет, Слава Богу! Бог вас да благословит! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова